Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня с вами снова интернет-магазин Antelive.com.ua Перед вами одна из самых больших моделей смартфонов на андроиде смартфон под названием Ulefone U650 Данная модель является, можно сказать, копией, можно сказать, конкурентом знаменитого iNew i6000 и имеет все его технические характеристики, вплоть до размера, разрешения дисплея, процессора, оперативная память, встроенная память Поставляется данная модель вот в такой вот интересной коробке Тут есть все ее особенности, все характеристики Давайте посмотрим, что идет у нас в комплекте В комплекте у нас поставляется вот такая вот зарядочка с USB кабелем Поставляется также с данным смартфоном чехол-книжка Чехол-книжка, давайте посмотрим, какого он вида Она Или он Вот такой вот он Можно отгибать, очень удобный Одевается вместо задней крышки смартфона Оригинальная пленка, гарнитура И два аккумулятора Каждый аккумулятор у нас с емкостью по 3800 Переходим непосредственно к нашему смартфону Улефон У650 получился действительно большой Очень такой изящный, довольно-таки тонкий Мне нравится очень форма данной модели Кто-то может сказать, что данная модель является копией на Samsung Galaxy Mega Тоже огромнейший смартфон от флагмана Что ж, давайте подойдем поближе к нашему корпусу Рассмотрим, что у нас, как он собран Как вы можете видеть, нигде нет никаких ни люфтов Ничего То есть модель собрана очень хорошо, очень достойно В принципе, за эти деньги этого и стоило ожидать Спереди у нас защищенное стекло, закаленное Есть механическая кнопка, кнопочка назад Сенсорная кнопочка меню Спереди у нас динамик Также у нас есть датчик приближения, датчик освещенности И фронтальная камера С этого боку у нас есть качелька громкости Сверху разъем под наушники Кнопка включения-выключения Снизу разъем microUSB И микрофон Сзади модель имеет хорошую камеру Автофокус, вспышка и динамик Динамик очень хороший Давайте непосредственно перейдем к нашему смартфону Дисплей данной модели имеет Full HD разрешение Что означает, что вы будете видеть великолепную картинку Что вы сейчас и можете наблюдать И по привычке, по стандарту я начинаю свои обзоры с программки Antutu Тест Antutu Данная модель набирает в тесте стандартные 13-14 тысяч баллов 14472, вот вы это и видите Название U650 Имеет она турбированный процессор Частота процессора 1,5 ГГц 1920 на 1080 разрешение PowerWare SGX544MP Хороший графический ускоритель У нас 2 реальные гигабайта оперативной памяти И 32 гигабайта встроенных 12,6 мегапиксельная камера у нас основная И фронтальная заявлена на 8,3 мегапикселя Но скорее всего это интерполяция Обязательно сделаю фотографии и видео Как снимает та и другая камера И размещу под данным видео по ссылочкам Стандартный Android 4.2 Переходим дальше Дальше Antutu Tester Посмотрим сколько у нас точек касания На данную модель точек касания всего 5 Я обязательно тестирую каждую модель Через Antutu Tester программу Данная модель у меня показала 487 баллов Ну что я могу сказать Это меньше чем Например в ближайших конкурентах По размеру 5,7 дюймов Тешель W9, W7S, ZOPY 950 Те модели набирают больше баллов Соответственно держит аккумулятор у них дольше Из датчиков данная модель Ознащена практически всем Что нам только может быть нужно Давайте посмотрим что из датчиков у нас есть Во-первых GPS Важно чтобы на такой дисплей Размер дисплея 6,5 дюймов Важно чтобы работал хорошо GPS Компаса в данной модели у нас нет Есть акселерометр Есть датчик приближения Датчик освещенности Ну собственно и все По поводу прошивки Прошивка у нас идет заводская Мы не устанавливаем Вот единственная китайская программка есть Но я думаю она не особо нам мешает и вредит А так Все на русском языке Все настройки Все на русском языке Также есть обязательно меню быстрого доступа Которое стандартно для андроида 4.2 Скорость работы Скорость перелистывания рабочих столов Как по мне оставляет желать лучшего Немножко оно подглючивает Подтупливает Ну если нормально перелистывать Не спешить там Не заставлять его То оно нормально Но скорее всего это не то что железо не справляется А просто вот такая вот прошивка Возможно другая прошивка будет работать более гладко Конечно же особенностью данной модели является дисплей Дисплей тут действительно большой 6,5 дюймов Я уже повторяюсь Разрешение дисплея 1920 на 1080 пикселей Кстати чуть не забыл Когда делаешь обзор на такую модель Важно понимать какие размеры данного аппарата И вот я вам хочу показать В длину данная модель имеет 17 см Даже чуть больше В ширину 9 с чем то 9,1 Ну и по диагонали По диагонали 18,5 Толщина данной модели 8-9 мм Считаю что толщина очень такая достойная Для такого размера дисплея Для такого размера вообще смартфона И как я уже говорил Извините Как я уже говорил Дисплей данной модели шикарный Можно посмотреть как картинки Вот такие вот которые у меня есть для каждого обзора То есть действительно углы обзора шикарнейшие Цветопередача, сочность картинки Да и вообще смотрится на таком дисплее Вот эти все картинки Очень так живенько Очень сочно Хочется просто смотреть И наслаждаться такими яркими сочными красками Также давайте продемонстрирую вам Вот есть видео на данном смартфоне Посмотрим как раз Как он воспроизводит в Full HD И как воспроизводит звук Звук шикарный Мне очень нравится Идем дальше Смартфон В принципе при установке различных программ Софта Может воспроизводить различные PDF файлы Давайте посмотрим как справляется Он как раз с таким PDF файликом Вот Вот у меня прогружается этот PDF файл 62 страницы Можно масштабировать, увеличивать И читать, наслаждаться Отлично смартфон также справляется с различной работой Офисной То есть документы На таком дисплее Очень удобно редактировать Все эти программы Все что угодно выполнять, делать То есть абсолютно без проблем YouTube видео Также данная модель будет справляться с легкостью Так как мощнейший процессор 2 ГБ оперативки А поэтому давайте посмотрим Смартфон также с легкостью справляется С современными популярными играми То есть некоторые игры идут на данной модели с легкостью Некоторые несколько подтупливают Объясняется это тем, что во-первых у нас Full HD дисплей То есть таким моделям с даже турбированным процессором Довольно таки сложно воспроизводить игры на таком дисплее 2 ГБ оперативки ничего не решают Игры идут не лучше А поэтому просто смотрим Ну играть очень-очень классно На таком большом дисплее Действительно очень удобно Драйв появляется И хочется просто-напросто играть С таким дисплеем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Также у данного смартфона есть отличная камера Давайте посмотрим примерно как она фотографирует А я обязательно сделаю фотки и видео и выложу Чтобы вы посмотрели Во-первых, по характеристикам Вот выставляется 13-мегапиксельная камера Вниз ничего нету Видео снимает данная модель Вот сразу можно выбирать, кстати, формат И качество видео Вот хорошее, это считается максимальным Итак В принципе, с автофокусом Моделька справляется хорошо А фотки и видео на улице Я скину обязательно И обязательно посмотрите Что ж, можно подводить итог Улефон У650 получился действительно неплохим Очень сочный, яркий экран Большие размеры Модель идеально подойдет для тех Кто хочет, допустим, смотреть фильмы Играть в игры Самое современное, самое последнее Во все подряд поиграть не удастся Так как некоторые игры изрядно подтупливают Из-за Full HD дисплея Но, в принципе, можно для игр тоже его брать Так как очень удобно Можно смотреть фильмы Очень удобно Ну, то есть Все абсолютно плюсы Что может дать нам экран Он нам дает Так как экран просто шикарнейший Хороший заводской комплект Два аккумулятора Чехол, книжка Хорошее защищенное покрытие стекла Дисплея, точнее Из минусов могу сказать, что Ну, чуть-чуть мало держит аккумулятор Хоть он у нас изъявлен на 3800 Но я считаю, что это неправда Это, скорее всего, просто циферки Реальных, наверное, 3000 Около того Ну, а для 6,5 дюймового дисплея Этого маловато Что еще могу сказать про эту модель Прошивка Прошивка несколько подтупливает То есть Не хватает данной прошивки Данному смартфону Немножко плавности Это расстраивает А в целом Модель очень достойна Одна из лучших в таком размере Черный цвет Сзади крышечка Очень такого хорошего покрытия В целом отличный аппарат Мне очень понравился Всем советую Спасибо за внимание Если вам нравятся наши обзоры Ставьте лайк Следите за нами И всегда будет интересно Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok